и снова всем привет всем здравствуйте с вами дмитрий код в этом уроке по текстам мы разбираем такие приемы как слоганы и заголовки что такое где они используются какие есть тонкости давайте разбираться слоган либо заголовок это короткая емкая фраза 68 слов в которой мы что-то сообщаем нашему клиенту где они используются сейчас сначала расскажу про два этих инструмента затем по отдельности о каждом тонкости каждого из них разберем отдельно и так слоган это самостоятельная фраза он сообщает какую-то информацию и не требует уточнений как правило это утвердительная конструкция чаще всего она используется на упаковке она используется на графике который идет к постам на баннерах на картинках в рекламных объявлениях она используется она используется в конце текстов в конце постов в конце видеороликов и когда вы будете делать ролики вот в конце вполне нормально заканчивать ею свой рассказ свое выступление слоган тоже короткая фраза тоже 68 слов тоже сообщать какую-то информацию но она не самостоятельная конструкция то есть заголовок привлекает внимание и вовлекает человека в чтение той задачи его сделать так чтобы человек остановился и начал читать наш текст вот теперь давайте особенности каждого из этих инструментов разберем приемы разберем ну все как обычно и так заголовок вспоминаем структуру постов которые мы разбирали на прошлом занятии у нас есть начало крючочек два-три предложения которыми мы привлекаем внимание у нас есть ядро в котором мы раскрываем суть сообщения есть концов все мы люди находимся в состоянии определенного ну назовем это транса мы варимся к себе мы варим свои мысли параллельно мы что-то читаем со смартфона как правило дает большинство там порядка 80 прочтение это все-таки смартфон наша задача как автор вне зависимости от того какой прием мы используем сделать так чтобы человек остановился на нашем тексте на долю секунды вот доля секунды нам уже нужно за собой это сложно заметить но посмотрите вокруг как люди читают со смартфона зачастую посмотрел картинку пролистнул дальше глянул пролистнул дальше мгновение проходит если мы это мгновение увеличим в два либо в три раза будут не 001 секунда а ноль одна секунда уже хорошо круто когда мы добиваемся состоянии у человека когда он слегка перехватывает дыхание внутренне изумление удивление радость грусть неважно какая-то эмоция либо какое-то сообщение факт который вызовет легкое такое перехватывание дыхания вот этого нам не надо это значит что внимание отовсюду он переключил на нас и вероятность того что он прочитает текст наш повышается в разы в несколько раз повышать нам этого и надо и так от всей этой лекции давайте перейдем практике у нас заголовок задача которого привлечь внимание как следует из названия заголовок располагается в начале поста это первая фраза либо на графике на картинке рядом с ним объем его 68 слов обязательно стараемся играть глаголами используем сильные глаголы 23 если есть возможность использовать цифры используйте цифры несколько лет назад известны американские сервисы такие как сумой бас сума которые занимаются интернет маркингом они провели исследование они исследовали несколько миллионов постов в разных социальных сетях разные темы разных авторов то есть несколько миллионов и они изучали почему какими-то постами охотно делятся а какие-то наоборот не замечают исследование провели как научное исследование нарезали разрезали исследовали изучали и оказалось что одним из таких критериев веральности постов до постов которыми хочется делиться и постов которые хочется читать это являются начало цифры если немножко уйти в психологию то цифры привлекают внимание при беглом чтении очень сильно они заставляют на ту самую долю секунды снять внимание цифры сами по себе а если это будут нечетные цифры это будет еще лучше но вспоминаете самые популярные посты которые мы видим и которые под это исследование попадают это посты топ-5 советов топ-7 секретов топ-15 фильмов этого года и так далее вот может показаться что это уже не работает но это все неправильная ошибка заголовки с цифрами работают заголовки с нечетными цифрами работают еще лучше я не призываю вас писать топ но вот 357 вполне нормальные там разные заходы на начало три совета почему что-нибудь три совета как чего-то добиться три приема как сделать что-то вполне нормально заголовки ими мы начинаем пост 6-8 слов глаголы цифры это универсальные правила универсальные рекомендации которые помогут вам просто на них настроить теперь дальше мы разберем несколько приемов написания заголовков я напомню еще раз что заголовок он как бы крючочек и он требует уточнения мы заголовком начинаем разговор с читателем ну а дальше уже пост рассказывать все подробности и детали прием 1 заголовок от проблемы я напомню что мы уже с вами разбираем продающие посты и в продающих постах один из самых частых и самых сильных приемов это обратиться к читателю и спросить такая ли у него проблема мало денег недоволен зарплаты нечем мыть пол что заголовках от проблемы важно понимать момент 1 это вопросительные заголовки то есть мы как бы спрашиваем у читателя у тебя такая проблема момент 2 стараемся здесь использовать и играть сильные глаголами сейчас объясню что это значит когда мы пишем мы часто не задумываемся но первое что приходит в голову на бумагу и и отправляем я имею на смартфон на компьютер и сразу же публикуем не думая остановитесь написали вы свой заголовок возьмите найти там глагол и попробуйте им поиграть ну допустим болит голова вот первое что такой приход в голову болит голова до вопросительный знак предлагаем инновационное средство таблетки от головной боли бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла вот это болит мы же можем покрутить старайтесь чуть сильнее чуть эмоциональнее чуть необычнее использовать глагол ломит голова колотит голова сжимает голова тянет голова то есть любые другие глаголы нежели первый банальный который приходит на момент 2 цифры те самые цифры которые нам помогают во-первых привлечь внимание во вторых случае с формулой от проблемы они усиливают проблему ну давайте представим такой пример да есть компания юридическая которая предлагает авто любителям решать вопросы со страховой случилось дтп человек попал в какую-то дтп в аварию и страховая не выплачивает ему причитающиеся деньги и вот заголовок такого текста звучит как не платит страховая вопросительный знак нормальный заголовок ну вполне нормальный но давайте же применим к нему наши формулы которые мы сейчас с вами разбираем наши приемы прием первый это поиграть глаголами не платит давайте его покрутим как бы вы сказали если вы рассказывали историю другу либо подруге но едва ли не платит динамит страховая зажала страховая скрывается страховая юлит страховая ну и так далее да вот сначала покрутили глагол шаг 2 по возможности пытаемся добавить сюда цифры какие цифры ну во первых любые цифры какие вам приходят в голову если получится подобрать такие цифры которые усилят проблему в заголовке будет совсем круто а зачем нам нужно усиливать проблему чтобы вызвать эмоции на же красной линии через все наши уроки идет основная мысль вызываем эмоции у человека положительные ли отрицательные ли но помним что человек эмоционально реагирует лучше на наше сообщение поэтому возвращаясь к заголовку пытаюсь какую-то цифру сюда вставить например страховая динамит третий месяц страховая юлит пять лет страховая зажала миллион уже совсем другой чувствуете уже совсем другой от него идет эффект ну и дальше уже можете предлагать все что хотите попробуйте рекомендую вам прямо сейчас поставить на паузу видео и придумать несколько вариантов заголовков в которых вы для своих продуктов либо для своих услуг в которых вы вот это обыграете глаголы и цифры ставьте на паузу через три минуты вернемся мации я все видел отлично что поиграли покрутили варианты давайте следующий прием разбирать прием написания заголовка этот прием называется от выгоды то есть самом начале нашего поста повторюсь мы сейчас разбираем рекламные посты продающие посты пока то в котором где в ядре мы человеку ну что-то продаем анонсируем мероприятие нашу какую-то услугу предлагаем товары продукты наши нашей компании предлагаем прошло бы прием от проблемы где мы поднимали проблему а продукт является решением здесь же мы сразу указываем выгоду поэтому прием называется от выгоды ну либо результат мы сразу утвердительно его называем заработай на iphone избавься от целлюлита помолодей на сколько-то лет и вот здесь очень важный момент как мы этот результат подаем очень важно чтобы этот результат был для человека реальным и достижимым приведу пример директор одного очень владелец на очень известного сервиса онлайн обучения провел такой эксперимент они продавали свои курсы для преподносили свои курсы по заработку до чтобы найти по моему это было для программистов мол изучи язык программирования и добейся какого-то результата вот этот результат они с дизайнером решили визуализировать и они сделали два варианта баннеров на одном баннере был изображен lexus ну то есть изучить стань программистом и купи себе лексус на втором баннере был тоже самое обещание только автомобиль был лада веста стань программистом позволь себе ладу весту это было когда еще и лада веста и лексусы были в продаже как вы думаете какой баннер выиграл какие на какой баннер кликали чаще не лексус а именно лада веста они такому результату изумились стали сильнее изучать ситуацию оказалось что среди их потенциальных клиентов программистов было очень много людей из небольших городов где лада веста это это достижимо и это в принципе как космический корабль лексуса в их системе ценностей вообще нет но что совсем другие деньги и но другой уровень поэтому вот к этому и виду в текстах заголовках обещайте результат который для ваших клиентов для ваших читателей будет в их вселенной в их системе то есть купить квартиру в дубае но едва ли купить однушку саратове да вполне вот это очень важно поэтому когда мы говорим про выгоды поминаем помним что результат должен быть не космический сам заголовок сама формула те самые 68 слов формула утвердительная до конструкция утвердительная и это может быть конструкция с призывом из серии купи ладу весту позвольте помолодей на 10 лет избавься от головной боли либо если вам ну не очень нравится вот такая агрессивная достаточно реклама мы можем смягчить ее за счет как то есть мы не вопрос в конце ставим а просто в начале текста добавляем как как купить квартиру саратов как похудеть на 10 килограмм как избавиться от головной боли за три минуты и дальше в тексте соответственно рассказываем при продаем наш продукт наш объект и так далее и конечно же помним про глаголы написали по такой формуле заголовок проверили его на адекватность результату лексус лада веста дальше смотрим глаголы и играем глагол историю вам расскажу у нас был клиент который фитнес-тренер который занимается спортивными тренировками помогает целевая аудитория его девушки женщины которые помогают похудеть и мы для одного из его сайтов написали текст про его продажи было его персональных тренировок и заголовок придумали как избавиться от целлюлита но то есть не как походит а вот избавиться от целлюлита и так нам в команде он в принципе такой не слишком агрессивный избавиться от целлюлита вот некий такой эталончик недавно я гулял у себя по району увидел автомобиль но я сразу понял автомобиль там фитнес-тренер он какой-то был в такой определенной раскраски на заднем стекле было написано фраза которая он меня покорил было написано изгоняю целлюлит я подумал боже это гениальный заголок поэтому всегда есть место где усилить глагол где докрутить глаголом где а зачем нам это надо правильно чтобы вызвать эмоции в прошлой формуле от проблемы мы вызывали отрицательные эмоции негативные эмоции помните страховая динамит пять лет чтобы человек на эмоциях немножко потерял контроль и начал читать наш текст здесь в этом случае в случае формулы от выгоды человек на эмоциях положительно хочет знать подробности и читает наш текст вероятность того что прочитает текст повышается что нам и надо уловили двигаемся дальше следующая формула заголовка я не буду называть что у вас не путать сначала предыстория эта формула подходит для тех ситуаций когда мы в тексте нашим в посте рассказываем о каком-то новом продукте и продукт этот название его нашей аудитории неизвестен ну и то что я скажу например синхрофазотрон друзья мои нашем каталоге появились синхрофазотроны но это ни о чем не скажет может люди совсем не понимают как и где их использовать вот эта формула как раз и годится мы для того чтобы написать этот заголовок мы находим что-то на что наш объект продаж похож и сравниваем его для такого спиртного напитка как полугар вы тоже не знаете такой полугар да я вам расскажу это крепкий спиртной напиток высокой степени очистки хорошо очищенная водка да либо хорошо очищены там самогон вот примерно так только название его полугар который многим людям ни о чем не говорит предложение пойдем попьем полугара она скорее пугает и отталкивает для того чтобы людям сразу было понятно производители полугара этого бренда придумали такой слоган такой заголовок поясняющий отец водки брат виски и уже сразу становится понятно что он все понятно как вот как виски уже какая-то в голове какая-то полочка то есть другими словами мы люди мы все раскладываем по полочкам у нас в голове множество множество разных полочек для любых предметов объектов явлений событий и так далее и какая-то новинка которая появляется в нашем каталоге она куда я человек на какую полочку вот мы говорим клади это на полочку спиртных напитков клади это на полочку чего-то там еще еще пример создатели разработчики бесплатного графического редактора он очень удобный но просто о нем никто не знает на и название его неизвестное ну скажем гимб они придумали слоган где они сравнивали себя с известным фотошопом как фотошоп только лучше что в чем было лучше как фотошоп только бесплатный и дальше они объясняли что наш новый редактор обладают всеми теми же функциями что известный графический редактор но только он полностью бесплатно вот эта формула да как что-то только лучше еще пример недавно бродил по супермаркету и увидел в отделе кулинарии такое блюдо я сначала расскажу вам что это за блюдо а потом какой слоган они придумали это были жареные пельмени залитые какой-то белой калорийной субстанцией ну и серии соуса знаете карбонара вот как паста карбонара только это был белый соус которым эти жареные пельмени были залиты называлось это блюдо пельмонара если вам сказали пойдем поедим пельмонары и попьем полугара вы наверно бы убежали от этого человека потому что он как-то что-то он ересь какую-то несет поэтому чтобы чуть людям сразу было понятно вот они придумали такое блюдо пельмонара и придумали соответствующий слоган как карбонара только вкуснее и уже как бы понятно ну хоть какая-то связь здесь есть итак теперь давайте к структуре этого заголовка придем мы находим некий объект некий предмет некое явление которое чем-то напоминает нашу новинку в чем-то схожее определяем чем она лучше и пишем такой как что-то только лучше лучше в чем как что-то только быстрее как что-то только безопаснее как что-то только эффективнее как что-то только надежнее например средства для мытья пола можно сказать как стиральный порошок только безопаснее для детей как шампунь только эффективнее и очень важный момент по современному существующему нашему законодательству мы не имеем права называть чужие бренды то есть указывать какие-то на торговые марки не вашей нельзя в рекламе но есть сказать как порошок до места столько безопаснее нельзя это нарушение закона это штрафы и так далее поэтому бренды не указываем указан товарной категории как моющие средства как стиральный порошок как пельмени как водка ну уловили да вот это очень важный момент о нем запомните следующий прием который мы с вами разберем прием написания заголовков это прием называется он общий брак этот прием редко используются авторами так нам только этого и надо за счет того что он редко используется мы можем привлечь сильнее внимание читателя заинтриговать и так мы напомню мы пишем продающие посты в тексте мы предлагаем и рассказываем про наш объект продаж продукт товар услугу все что угодно соответственно заголовком нам надо привлечь внимание читателя общий враг в чем он заключается в том что у вас и у читателя есть кто-то кто вам мешает и вы в этом помогать приведу пример потом несколько еще идеи вам подброшу жил был человек который написал он был юристом и он написал книгу где давал советы как себя вести в суде и то таки называлась защите сам себя в суде но когда он пытался ее продавать то люди не понимали зачем ему покупать потому что есть юристы которым можно обратиться из адвокаты которые можно обратиться и они решат все эти задачи тогда он придумал такую историю заметьте историю тема прошлого нашего занятия с ритейлинг придумал историю суть которая заключалась следующим он юрист и он в своей книге раскрыл все самые топовые приемы фишки и секреты адвоката то есть он вскрыл все эти приемы и теперь не нужно обращаться к адвокатам достаточно прочитать мою книгу и вы не как адвокат но в принципе вполне себя сможете защитить в суде и заголовок он под эту историю придумал соответствующий почему адвокаты хотят меня засудить и дальше он эту историю рассказывал что большинство адвокатов америки ополчились на меня потому что я лишаю их хлеба я раскрыл все их фишки и приемы в своей книге бла 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 поэтому и вы прочитайте и не тратьте деньги на адвокаты соответственно вот здесь то же самое мы можем выбирать кого угодно в качестве этого этого общего врага это может быть работодатель нашего читателя который мы приглашаем в партнерство это могут быть какие-нибудь врачи которые допустим там о чем-то утаивают это могут быть какие-нибудь разработчики чего-то до вкусовых добавок химических каких-то компонентов которые тоже что-то утаивают а мы как компания это вывели на свет это продаем за недорого да и так далее вот здесь найти общего врага и придумать такой заголовок главное сильно не зафантазировать осторожнее вот этим вот чуть-чуть осторожнее а так попробуйте посмотрим на результат продолжаем разговор мы разобрали с вами приемы написания заголовков самое время переходить к слоганам напомню слоганы емкие короткие фразы которые какое-то сообщение передают нашему читателю очень важный момент перед написанием слогана сначала нужно подумать и прояснить для себя какое сообщение я хочу читать или передать прямо я рекомендую даже написать своим слоганом я хочу читателю сообщить следующее и эту мысль сообщить иначе получится я сейчас расскажу вам историю жил был мой приятель один и он узнал о том что есть слоганы и решил придумывать слоганы но он сообщение то не придумал поэтому он просто генерировал какие-то фразы но из серии пьет он воду и говорит о слоган придумал вода вкусная как еда вот пьет чай горит о вкусный чай пей чай и родину выручай но в общем если так послушать его со стороны то он нес бред а ему казалось что он гениальный творец осторожнее не попадитесь в эту ловушку творца перед написанием слогана я четко понимаю какое сообщение маркетинговая хочу передать человек например надежность например эффективность моего средства моего предложения моего продукта например невысокая цена вот это да и от этого послания мы уже танцуем и придумываем слоганы и их использовать напомню что слоганы чаще используется либо в конце текста в конце видео на рекламных баннерах такого как короткого короткого формата прием 1 он называется заимствование ну в чем фишка всех этих приемов есть целая там креативная технология придумывания слоганов состоит из большого количества этапов она только путает и только мешает поэтому я подобрал для вас достаточно простые эффективные приемы которыми пользуюсь сами которые в принципе не требуют серьезных усилий итак прием 1 заимствование в чем его суть в том что мы берем известную какую-то фразу и меняем какие-то одно-два-три слова в этой фразе на нужные нам получается как бы новая фраза но которая узнаваемая и за счет этого она вызывает эмоции она цепляет сильнее и получается узнаваемая но сообщением которое я хочу дальше человеку сообщить и и дополнить сейчас просто несколько примеров заимствование чтобы вам было понятнее что это такое ну например фраза про это не слоганы это просто примеры заимствований трое в лодке не считая вампира ехал грека через волгу полет над гнездом зверушки узнаваемые фразы да либо душ и мертвые все мы их узнали но концовка неожиданная за счет вот этой неожиданной концовки во-первых мы немножко срываем шаблон человеку и привлекаем внимание во вторых мы встраиваем нужное нам сообщение этому человеку несколько примеров вот теперь уже действительно слоганов которые используют своей основе прием заимствования слоган номер один вольному вольво да такая рекламная компания была несколько лет назад где они подавали вольво как автомобиль для любых типов путешествий и семейные автомобили вот вольному вольво по моему гениально еще пример 50 оттенков форекса такое название книги придумал один финансовый брокер и такую книгу в основе которой известный фильм и который сделал еще один пример такого слогана 7 кредитных бед один ответ избавляем от долгов вот все тоже до четкая какая-то знакомая узнаваемая фраза и дальше мы перекрываемся нашим сообщением попробуйте я рекомендую прямо сейчас поставьте видео на паузу выбрать несколько известных фраз первые цитаты первые поговорки пословицы которые вам придут в голову и попробовать их перестроить одно-два слова так чтобы в них было сообщение которое нам надо только сначала мы выбираем продукт либо услугу раз выбираем какое-то сообщение которое мы хотим сказать два потом ищем цитаты и поговорки пословицы три и их соответственно пробуем круте давайте пробуйте а я подожду вас здесь ну как получилось я не сомневался следующая формула слогана она называется таким да давайте для простоты называется тройник как следует из названия слоган состоит из трех частей это может быть три отдельные слова либо три фразы которые как-то вместе объединены этими тремя словами мы какое-то сообщение человеку доноси самое важное эти три слова должны быть примерно одинаковые по размеру должны быть одни части речи то есть либо три существительных либо три глагола и они никак между собой не связаны то есть это не предложение а именно три отдельные слова которые что-то о нашем продукте товаре либо компании говорят пример самый яркий пример вы его знаете слоган официальный слоган олимпийских игр в сочи жаркие зимние твои вот это оно такая формула слогана не требует от нас особого креатива особого творчества как например заимствование предыдущая формула мы просто придумываем находим в принципе три емких понятия которыми пытаемся донести человеку сообщение еще такой же слоган сотовая связь билайн просто удобно для тебя вот она до 3 слова передаем заметьте твои для тебя вполне такая концовочка где мы направляем наш слоган на читателя как бы с ним дружим ну такой же прием используют например раньше использовал и ebay онлайн аукцион только на английском я скажу на английском потом переведу sell it buy it love it продавайте это покупайте это любите это то есть любые предметы которые у вас есть вы можете продать купить ну и соответственно наслаждаться вот такой момент который в принципе мне очень нравится за счет того что она не требует особых поэтических креативных способностей и возможностей и мы с ее помощью можем донести определенный смысл читать следующая формула слоганов это симметрия симметричные слоганы эта формула которой мне безумно нравится давайте же с ней разбираться но предупреждаю сразу она требует подготовки то есть слоган сходу вот так сразу написать такой слоган не всегда получается поэтому нужно варианты и варить варианты набрасывать думать о них несколько дней и у вас все получится итак симметрия заключается в том что у слогана есть две части они одинаковые по размеру это может быть одно слово и одно слово то может быть два слова и два слова то может три слова и три слова между ними какая-то связь между ними могут может быть союз а и но между ними может быть тире которая как бы соединяет две этих фразы по этой формуле я придумал для себя слоган для своего агентства который звучит следующим образом силу мысли в энергию слова ну вот таки тут два слова симметрия тут два слова я долго его говорил искал его несколько месяцев какой-то один из моментов мне такая как молния ударила в голову я буду так это вариант какие еще варианты вам всем знакомы так называемой симметрии слоган adidas невозможное возможно вот тоже самое только соединение нет и вот эта симметрия что у нас может быть в этих двух частях две части этого слогана они могут быть противопоставлением друг другу невозможное возможно либо они могут быть соединением и сила силу мысли там в энергию слова уловили ну еще несколько примеров чтобы было понятнее самый известный ешь и худей например вот тоже слоган сделай паузу скушает викс вот тоже самое здесь два слова здесь два слова этот слоган с твиксом очень классный за счет того что в части слогана у нас присутствует название бренда то есть сделай паузу с кушай ничего кроме твикс его не подходит поэтому этот слоган такая формула написания слоганов крутая еще тем что если мы зашиваем в него название своей компании называю свою фамилию себя то забыть ее очень сложно следующая формула называется рифма внимание будьте осторожны эта формула тянет на себя всегда одеяло по ней так хочется писать но помните осторожней не бред да вот важное четкое сообщение я четко понимаю что я хочу сообщить этим слоганом раз и важно понимать следующий рифмованные слоганы они удешевляют объект продаж то есть если мы предлагаем купить анонсируем сообщаем что-то премиального качества высокой цены выше средней цены турифмы здесь не подходят рифмы подходят для бюджетных для недорогих товаров продуктов и услуг как то например шуточный слоган зубы на полочке а качество в пятерочке да вот она такая шутка но которая четко указывает целевую аудиторию но самые известные рифмованные слоганы которыми я уверен вы сталкивались есть идея есть икея до рифма идея икея ваша киска купила бы вискос вот с одной стороны это симметрия с другой стороны еще и зарифмованная не тормози сникер сни но в этих ситуациях опять же в этих примерах слоганов еще и зарифмованы название продуктов название брендов если у вас получится такая рифма будет супер если нет то тоже рифмованные какие-то послания рифмованные призывы рифмованные анонсы все сюда подходит и все сгодится давайте подведем итог с одной стороны те приемы которые мы с вами разобрали а именно приемы написания заголовков и приемы написания слоганов они вам помогут больше чем писать только только эти конструкции не помогут какие-то формулировки использовать усилий формулировки докрутить формулировки и тогда на что важно обращать внимание помните что всеми этими конструкциями мы вызываем эмоции мы подстраиваемся к читателю эмоциями мы притягиваем к себе эмоции поэтому глагол и в слоганах и в заголовках играем глаголами пытаемся новый смысл найти глагол второй момент это объем большие фразы прочитать сложно объемные конструкции прочитать сложно поэтому стараемся и в случае с заголовками и в случае со слоганами уложиться в 6 максимум 8 слов третий момент четко понимать где они будут использованы заголовки используются в начале текстов начале постов в начале наших там рассылок сообщений где угодно это крючок который привлекает внимание и затягивает дальше чтение поэтому заголовок не сообщает чаще всего а интригует либо проблемы у тебя проблема у меня решение смотри я в тексте расскажу тебе как избавиться как изменить как что-то сделать и так далее либо выгода как чего-то добиться результатом но помните результат должен быть адекватной картине мира адекватной системе ценностей читателя это могут быть общий враг могут быть всевозможные там интриги и тогда любые формулы которые вам известны и до меня были вот через призму глаголов через призму цифр через призму эмоций пропускайте слоганы дополнительный инструмент который нам помогает вызвать эмоции в концентрированном виде передать сообщения в баннерах в концовках мы разобрали с вами рифму разобрали с вами тройник разобрали с вами симметрию и разобрали с вами прием слоганов которые называются как верно заимствование когда мы берем фразу и немножко меняем ее на нужный нам смысл на этом все спасибо за внимание